Того, что бедные, богатые платят за бедного, здорового, за больного. Это принцип для всех удивительный, это же что-то социализм, от каждого по возможности, каждого по пути, раз на носу, с них на так, поэтому называют социально-медицинское страхование. Именно по такому принципу, по словам вице-министра, должна работать программа обязательного медицинского страхования. Жан Бертанов рассказал на встрече с медицинскими работниками, что внедренная система медицинского страхования разработана с учетом передового международного опыта. Она основана на солидарной ответственности государства, работодателя и гражданина. Основываясь на опыте передовых стран, казахстанская система взяла самая лучшая. Когда разделили по отдельному фонду, в одних фондах они преуспевают, в других фондах попротятся. Потому что если ты застраховал пенсионера, то ты считаешь, что это бездомная бочка. У нас в стране сейчас 50% денег уходит на пенсионерных детей. Поэтому смысл в том, что мы говорили о социальной страховании. Государство сохраняет за собой право обеспечивать казахстанцев гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи. Это оказание помощи при социально значимых заболеваниях, неотложных состояниях, скорой медицинской помощи, санитарной авиации и вакцинации. Не только послушать об обязательном медицинском страховании, но и задать свои вопросы вице-министру. Этой возможностью первым воспользовался Сейджем Апакеев, руководитель управления областного здравоохранения. Сейджем Апакеев поинтересовался, как в этом случае быть компанией, которые уже пользуются добровольным медицинским страхованием. Все это не запрещается. Но, скажем так, по новому закону все предприятия, все работодатели обязаны платить фонд медицинского страхования. Это как налог. Это не обсуждается. Закон принят. По закону они все обязаны платить. Это поедет деньги в отдельный государственный фонд медицинского страхования. Ну, как сегодня есть фонд социального страхования, фонд существует или единый пенсионер. Далее представители частных клиник, в частности главного врача медицинского центра заболевания суставов Шимкента, Чукан Абай Мухамедова, интересовала. Сейчас очередь, допустим, ремотологическое отделение по реступрике в среднем около месяца состоит. Для меня, допустим, непонятно, зачем и как больной системной красной молчанкой нужна ли вообще такая стационарная помощь через месяц, или он не нуждается в круглосуточном наблюдении, ему вообще она не нужна, или он должен за это время умереть. То есть я считаю, что вот система, вот эта госпитализация в квартал, она себя дискредитировала. И, скорее всего, с переходом на это сильно много не мешает. Программа президента там очень много. Прописано, что нужно поддерживать частные клиники. Если будет давая конкуренция, это будет хорошо. В том, что фонд будет не смотреть именно эффективные технологии, менее заказки. Зачем вложить человека в стационар, что влечить от него той и тарахмита, если его можно делать на одином стационаре? Это дешевле и более эффективно. То есть вопрос такой, что, да, я неудивлющему, когда фонд заработает, когда он с вашей клиникой за кучу другого, и плюс нам оплачет, был гораздо дешевле в среднем, чем в стационарной, до той цене, которая у вас устраивает. Илжан Бертанов отметил на все вопросы, которые интересовали медицинских работников. И в своей речи отметил, что по прогнозам экспертов, в результате введения медстрахования значительно повысится уровень оказания медицинской помощи. Появится возможность увеличить зарплату врачам, больницы смогут приобретать высококлассное оборудование и медикаменты. Кроме того, страхование даст возможность человеку пройти обследование и получить лечение, не выделяя на эти цели средства из своего бюджета.